добрый день мои дорогие подписчики и гости канала с вами таша муляры вы на моем канале жизнь без дублей я приветствую всех любителей украшений кто носит бижутерию любит изделия ручной работы кто хочет попробовать сам создавать бижутерию да но обычно эти люди в общем и смотрят мои выпуски про украшения сегодня как раз такой случай я вам хочу рассказать показать точнее несколько таких интересных зарисовок из моей мастерской далее хочу рассказать о том что я веду свой авторский видеокурс по созданию украшений мастерская создания украшений старший муляр а вот рассказать как это происходит дать вам посмотреть некоторые выдержки из моего из моих мастер-классов и в том числе поделиться с вами интересной полезной информации у меня уже есть ученицы которые присылают мне видео вопросы вот я вам тоже хочу показать как это происходит они соответственно создают уже украшения вместе со мной причем удаленно многие кто-то вместе с моей в мастерской вот и вот в общем-то обо всем этом будет сегодняшнем выпуске и для вас есть хорошая новость на платформе бусте где собственно и расположена моя страничка сообщества моих подписчиков где я и выкладываю мастер-классы по сборке украшений и видеокурс с обзорами материалов для создания украшений про стартовый комплект что нужно для того чтобы начать собирать украшения а также особенный эксклюзивный контент и отдельные видеокурс мой youtube как вести свой youtube канал так вот там вышла сейчас первая часть видео про то какой стартовый набор фурнитуры инструментов нужно приобрести как не ошибиться как приобрести правильный набор вот это будет такой урок в двух частях но обзор в двух частях вот первая часть там находится в свободном доступе она уже вышла ссылочка на нее есть в описании к этому видео вы можете перейти посмотреть если вам понравится моя подача материала и остальные публикации которые там увидите то вы можете подписаться подписка стоит всего 100 рублей в месяц это базовая подписка есть другие виды расширенной подписки и по этой подписке смотреть от двух до четырех выпусков в месяц выходит вот именно на тему создания украшений еще от 2 до 4 выпусков про youtube и кроме этого много интересного контента ну что приглашаю вас ко мне в мастерскую вот хочу вам показать какие красивые получились сережки из двух подвесок который мне принесла клиентка эти подвески французские они лежали у нее давным-давно и как вы видите они разные немножко но они конечно потрясающего качества они такие тяжеленькие у них там перламутровая камея потрясающая и они у нее ну не знаю лет 20 им она сказала видите они даже не потемнели ничего с ним не случилось и посмотреть какие интересные замки я к ним подобрала и получились такие асимметричные серьги вообще очень красивый на мой взгляд вот и также она принесла мне посмотрите два таких перламутровых кружочка с нанесенным рисунком которые у нее такие медальончики давным-давно лежали и никак не использовались и тоже она не знала ну как их можно там подвесить на что-нибудь ведь они достаточно большие у них диаметр 3 сантиметра ну и кто меня смотрит знает мои серьги таша которые ну такие у меня достаточно популярная модель они на моей авторской фурнитуре которая сама разработала сама отливаю а вот вот я вам тут привожу фотографии этих сережек и я попробовала использовать эту фурнитуру подобрав другие камни вот я здесь предлагаю либо сердолик причем это такой винтажный сердолик он вырезан еще резной как вырезанный как жук скоробей вот либо как альтернативу я предложила вот такой зеленый агат и также она дала вот еще одно украшение в ремонт с таким интересным крупным наверное это не знаю ли пластик ли гагат вот и шнур тут пообтерся нужно было заменить шнур но честно говоря при ней прямо в мастерской я не смогла удалить шнур из колпачков вот оставила это немножко на потом но вернемся к сережкам значит сережки в результате сделали вот этим сердоликом со скоробеем который сам по себе очень хороший такой символ вот смотрите как хорошо он сочетается вот с этими коричнево золотистыми тонами которые нанесены на перламутре такие симпатичные там милые ангелочки и прямо какие-то винтажные да прям винтажные серьги получились у них вид и состаренное золото на швензах очень очень подошло мне кажется вот такая была интересная работа поэтому я люблю когда вот посмотрите какая у меня есть красивая бусина из стекла ручной работы это делает совершенно чудесная художница по стеклу зовут ее оксана искусного можете набрать на ярмарке мастеров оксана искусного и увидите ее работы также можете приобретать у нее бусины из стекла мне очень нравится ее качество ее фантазия и я работаю периодически на ее бусинах и смотрите знаете бывает иногда стоит задача когда мы хотим сделать украшение но просто как бы на ниточке на ниточке у нас висит вот такая красивая бусина но может быть не такая крупная я специально для наглядности можно например повесить несколько ландышей вот так так бусина ландыши и больше ничего на тросе не делать вот для этого нам подойдет 0 4 трос почему потому что он будет хорошо держать форму он не будет провисать он достаточно жесткий для этого при этом когда вы его будете покупать обращайте внимание чтобы он был сделан из нержавейки ну из качественного материала или с розовым покрытием чтобы он не ржавел и не облизал горе смотрите как же нам закрепить эту бусину так по ходу да мы с вами одеваем кримп про кримп и сейчас я с вами дальше поговорю кримп потом одеваем бусину опять одеваем кримп и далее мы эти кремп и ну вот в нужном нам месте здесь просто бусины с большим отверстием здесь надо бы еще поставить до бусинки которые туда войдут и задержат давайте я сделаю ну то есть правильно сделать вот так сначала мы одеваем бусину до чтобы у нас кримп туда не убегал во внутрь поскольку здесь изделие будет всего с одной бусины она уже отцентрована мастером она не будет переворачиваться а будет лежать вот так на груди и далее вот этот кримп вот тут зажимаем с другой стороны делаем также и таким образом у нас это бусина не будет ездить по колье ну если нам нужно ее зафиксировать например мы делаем украшение как я уже сказала три ландыш или 4 вот так вешаем и закрепляем кремпами и у нас получается тоненькое нежное украшение на проволочке с такими воздушными вот тут ландышами и у этого троса достаточно тоже тяжело перегнуть замок то есть ведь она прям такой очень плотная вот поэтому бы для него нужно подбирать кремпы потолще побольше вот сюда ставить и потом обязательно закрывать это место декоративной обжимной шапочкой чтобы вот это вот у нас не царапалась соответственно так мы закрепляем замок делаем петлю и у нас получается вот такое колье ташенька дорогая добрый вечер у меня накопилось несколько вопросов по изготовлению украшений разреши мне задать их тебе чтобы дальше продолжить работу значит вот я задумала такое колье вот я примерно его собрала чтобы тебе было понятно хочу чтобы ты сказала насколько она с твоей точки зрения смотрится хорошо что касается сережек тоже я вот попробовала собрать вот такую сережечку но какой у меня возник вопрос значит во первых ты знаешь когда работаешь вот спину здесь может быть не очень заметно вот когда его начинаешь закручивать у меня вот есть такие бусы они достаточно тяжелые я их уже перед пересобрала на леску но тоже вот если посмотреть вот есть тут зазоры пространство и все это ходит поэтому я это хочу еще еще раз пересады рачка что мне здесь можно использовать чтобы бусы сидели более красивый вопрос я сделала на друзей вот добавила таких два шарика хотела тебя спросить насколько будет красиво смотреться здесь вот такая конструкция мне кажется она несколько удешевляет эту красивую дрозу то есть надо сюда подумать что-то другое когда начинают что-то собирать возникают вопросы можно присылать мне их и я даю комментарии консультации по вашим видео вопросам какие бусины лучше использовать как лучше состыковать какие-то элементы вот поэтому давайте будем продолжать нашу школу наше повышение мастерства совместно меня очень радует ваше творчество и пожалуйста делиться вашими результатами не стесняйтесь спрашивать ну на этом я хочу попрощаться с вами большое спасибо что провели со мной это время надеюсь вас вам понравилось увиденное вы почерпнули для себя что-то новое интересное ну или просто зарядились какой-то красотой каким-то оптимизмом который я старалась вам щедро передать так что не забудьте поделиться этим видео со своими подругами если вы считаете что оно может быть для них полезным поставьте мне за труд лайки или дизлайки и подписаться на мой канал если вы меня только что нашли для того чтобы не пропустить новые интересные выпуски ваша таша муляр и до встречи в сообществе моих подписчиков свои люди пока пока а